У маленького черепа получается больше натяжения. Когда перестаешь применять, перестает действовать. Наши организмы, женские, мужские, не так сильно отличаются от друга. Опускается голос уже до того, чтобы влиял тестостерон. Всем привет на моем канале. Я Дима, я трансгендерный мужчина. И сегодня в этом видео я поговорю с вами на тему бороды, облысения и волосатости в целом. Я решил сделать это видео на так называемую, может быть, транс-тему или мужскую тему. Потому что когда выйдет это видео, я буду ровно 9 лет на ЗГТ. То есть ровно 9 лет назад я получил первую инъекцию тестостерона. Некоторые из вас сделали комплименты по поводу моей бороды. И задавали вопрос, как же я ее отрастил. Даже кто-то написал, как это ты, будучи биологически не мужчиной, смог отрастить бороду такую, которую обычным мужчинам-то и не отрастить. Сегодня я расскажу вам, как отращивать бороду, как за ней ухаживать. И о том, а в конце этого видео поделюсь с вами небольшим секретом, которым можно воспользоваться, даже если у вас генетически не особенно-то предрасположенность к росту бороды. И у вас все равно будет борода. Ну что ж, начнем сначала с рассеивания определенных мифов. А именно, что борода растет из-за того, что ты биологически мужчина. И, наверное, не растет из-за того, что ты им не являешься. Ну, вот, как видите, это просто не так. И я тому живой пример. Дело в том, что борода растет за счет тестостерона. И у каждого человека, независимо от того, у него XX или XY, хромосонный или XXY, и какие еще могут быть комбинации, независимо от этого, у каждого человека есть определенная предрасположенность к росту волос на теле. И эта предрасположенность раскрывается определенными гормонами. И еще одним моментом о нем я скажу в самом конце видео. Итак, есть такая вещь, как предрасположенность, которая заложена генетически в генах. И волосатость, а также облысение, предрасположенность к облысению, передается по женской линии. То есть по маминому папе. Нужно смотреть на дедушку с маминой стороны. Какой он был касательно облысения, касательно бородатости, касательно волосатости. И вот если он был лысым и бородатым, то у вас, возможно, тоже будет предрасположенность к большему облысению и бородатости. В моем случае сложно сказать, потому что дедушка довольно рано умер. Но с папиной стороны дедушка полностью облысел. У него облысение началось еще в начале его 30-ти годов. И он был уже, вот тут чуть-чуть легкий был пушок. Здесь только оставались волосы. Он не носил бороды, поэтому тоже немного сложно сказать. Но он довольно-таки, мне кажется, что у него сильно ощетимо было. Дедушка с маминой стороны был. У него были нормальные волосы, как бы относительно густые, кучерявые, кстати. А насчет бороды ничего не могу сказать, не знаю. Он брился начисто. Есть определенные средства для того, чтобы улучшить рост волос. Это определенные витамины, высыпание. Здоровый образ жизни, в принципе. Но высыпание действительно важно. Кровоснабжение участков поверхности тела, на которых нарастут волосы. Его можно улучшать с помощью определенных массажей. Интересным образом, совершенно случайно выяснили. Когда проводили исследование на тему мигрени, делали скан головы людей и делали массаж определенных мышц головы. Эти мышцы находятся здесь, во лбу, по всему периметру головы. Вот эти мышцы. Если их массировать определенным образом, определенной частотой, регулярно, то выяснили, что кроме улучшения проблемы с мигренью, кроме смягчения головных болей, у мужчин, в частности, улучшилась волосатость, уменьшилось облысение. И выяснили, что облысение идет именно вот таким образом. Значит, здесь идут вот такие залысины. И наверху, на макушке, идет тоже залысина. А это именно те области черепа, которые напрягаются больше, когда напряжены вот эти мышцы. То есть эти части больше натягиваются. И таким образом здесь меньше кровоснабжения, и поэтому волосы там меньше растут. Также заметили, что у людей с маленьким черепом облысение идет больше, чем у людей с большим черепом. Ну, тут сравнение относительное, но интересное наблюдение. У маленького черепа получается больше натяжения кожи на черепе, и поэтому хуже кровоснабжение вот в этих местах. Что можно делать? Можно, как вы, наверное, уже догадываетесь, делать регулярно массаж. Это то, что делаю я. Я каждое утро массирую в течение 5-10 минут вот эти области. Это можно делать. Это можно делать, когда сидишь на диване, смотришь телевизор, или смотришь это видео, делаешь определенные вот такие круговоращающие движения вокруг. Это приятно. Еще и помогает против головных болей, если они у вас есть. И здесь, вот так, ногтями. Параллельно этому, каждое утро, а можно два раза в день, можно применять определенный препарат, имеющий содержание миноксидила в себе. Возможно, вы об этом слышали. Этот препарат помогает росту волос. Я когда-то рассказывал на этом канале про миноксидил, и я лично применял его тогда, в самом начале своего перехода, на самом деле еще до того, как я начал с ГТН, начал применять миноксидил на лице для роста бороды, для того, чтобы ускорить процесс роста бороды. Соответственно, как я уже сказал, рост бороды зависит от, или включается тестостероном, а также облысение включается тоже тестостероном. Но миноксидил сам по себе вообще-то был разработан для мужчин и для женщин, там разные только пропорции, количество миноксидила в препарате, чтобы бороться с облысением. Соответственно, применять его на лице, это off-label use, так называемый, то есть применение не по назначению, и может быть реакция, например, она может быть и на голове, но на лице кожа более чувствительная, и может быть реакция, раздражительность, раздражение кожи, может чесаться, она может высыхать, так что это не всем подходит. Но миноксидил бывает в виде пены, в виде жидкости, если одно не подходит, может быть подойдет другое. Я применял миноксидил на лице буквально несколько месяцев, по-моему, полгода, но не дольше. Это довольно дорогое удовольствие, и помогает действовать только в течение применения. Когда перестаешь применять, перестает действовать. И в прошлом году, к своему дню рождения, я принял решение, что мне мое облысение уже, меня начинает немножко напрягать, и все-таки я решил приобрести миноксидил, и применяю его с тех пор, вот уже получается год, и я думаю, что я приостановил облысение. Таким образом, можно его приостановить. Плюс массажи, плюс можно еще делать периодически, где-то раз в месяц, определенные маски для волос. В такую маску входит яичный желток, кофе, можно просто, после того, как вы заварили кофе, то, что осталось, осадок, кофейная гущая получается, оливковое или какое-то особое масло, коньяк, еще очень хороший ингредиент, это алоэ, желе, листьев алоэ. Все это хорошенечко замешивается, и наносится массажными движениями на волосы, на кожу, головы. Держится какое-то время, 15 минут, примерно, можно 20, и потом смывается водой. Наверняка, то же самое можно делать и для бороды, я этого не делал. Перейдем к моей бороде, собственно. Как она такая выросла? Ну, ребят, сама. Вот, ну реально, я ничего не делал для роста бороды, кроме одной вещи, но к ней мы сейчас еще придем. Борода, это, ну, как облысение, это наследственность. То, что я применял в самом начале, миноксидил на лице, никак, я думаю, не воздействовал на ту бороду, которая у меня есть сейчас. Это применение воздействовало тогда, в самом начале. Мне это было очень важно, очень нужно ускорить этот процесс, чтобы первый пушок начал появляться, чтобы чуть-чуть как-то начало выглядеть так, что, да, уже что-то там растет. Но, когда тестостерон начал нормально действовать, на это требуется время, мне понадобился примерно год, как-то у меня постепенно, постепенно здесь закрылась такая линия бороды, и можно было уже бриться, начать. Тогда уже мне не нужен был, у меня их сидел. Дело в том, что если просто дать бороде расти, просто не бриться, можно чуть-чуть подравнивать, чтобы она была определенной ухоженной формы, но если ей дать расти, то происходит тот момент, что если даже где-то есть небольшие проплешины, то она их закрывает. Например, у меня здесь, именно в этом районе не так густо она растет, как, например, вот здесь. Здесь очень густо растет. Вот если посмотреть снизу, там очень густо растет. На шее практически ничего не растет. Здесь, опять-таки, тоже сильно растет, а здесь не так сильно. Ну, бывает, что целые прямо, реально прям места, где она совсем не растет, и если вы отрастите, ее сделаете подлиннее, то эти места будут закрыты. Опять-таки, это может быть довольно-таки некрасиво, если проплешины действительно большие, и прям видно даже, когда она вольня небольшая, длинная. Еще есть такой момент, что я думаю, что борода, так же, как волосы, там, ну, на голове тоже, ну, или, например, волосы под мышками и в других местах, они растут до определенной длины, и потом перестают расти, и поэтому мне было просто интересно посмотреть, до какой длины я могу растить свою бороду, то есть просто чисто спортивный интерес. Я думаю, что это тоже вопрос наследственности, потому что тестостерон просто включает эти гены, и все, и вот они работают так, как они запрограммированы с самого начала, и все. Если вы на этом канале впервые и ранее не сталкивались с темой трансгендерности, то теперь вы узнаете, что тестостерон влияет на организм, на любой организм, вот таким образом растет борода, опускается голос, становится, мышцы приводятся в тонус, метаболизм изменится, ускорится, жироперераспределение происходит в организме, то есть наши организмы, женские, мужские, не так сильно отличаются друг от друга первоначально. Тестостерон, эстрогены, вот они влияют определенным образом, включая, выключая определенные гены, меняя организм, так или иначе. И это прекрасно, в частности, для тех людей, которые являются трансгендерами, то есть чувствуют себя в противоположном гендере, чем тому, который был приписан при рождении. После этого небольшого отступления еще скажу пару слов о том, что изменилось в моей жизни с бородой, кое-что изменилось, действительно, немножко интересно, неожиданно, неожиданно, скажем так. Например, если ныряешь под воду, то борода чувствуется, то есть обычно вот тут так уходишь и ты ее особо не чувствуешь, разве что, если опускать голову, то начинаешь щекотать, к этому со временем очень быстро привыкаешь и уже не обращаешь особо внимания. Но когда ныряешь под воду, то чувствуешь, что она там как будто, ну, не знаю, развивается, то есть она чувствует воду, которая проходит через нее. Когда спишь, тоже чувствуется не просто так, можно лечь на подушку и подвернуть головой, как привычно, потому что, когда поворачиваешь головой сейчас, бородой может стать, ну, быть неудобной, как-то странной, нужно именно вот, чтобы по шерсти, так сказать, лечь на подушку. Еще, если кого-то целуешь, то тот, кого целуешь, ему это и щекотно, и по-другому. А тебе, если ты целуешь любимого человека, может попасться сама борода тоже в рот. Вот это было неожиданно, странно, любопытно. И уход за бородой, мне кажется, становится актуальным после только лишь определенной длины. даже я не знаю, как у меня сейчас длина, если вытянуть такую одну, наверное, где-то сантиметр 4-5, у меня сейчас выросла борода. Но, соответственно, это не особо видно, потому что так-то видно, может быть, где-то 2 сантиметра, может быть, потому что она сильно закручивается. Интересно, почему так? Практически у всех людей она закручивается, редко, когда прямая, прям прямая борода. Обычно она завивается с волосами, это не так. Кстати, интересно, вот у тех людей, у которых только прямые волосы, чисто прямые, у них борода всегда закручиваются. В принципе, борода по своей структуре и толщине и всему остальному очень сильно напоминает волосы в плоховой области. Лично я не фанат бороды, я не собираюсь ее слишком долго отращивать, но пока что мне интересно, и я посмотрю, как она себя будет вести, сколько, какой длины она будет. уход за бородой и включает в себя также мытье шампунем. Я мою голову и с такой же чистотой мою бороду этим же шампунем. Есть определенные шампуни для бороды, но лично мне кажется, что, наверное, это ход маркетинга. Однако, опять же, с другой стороны, можно представить себе, что все же борода растет на лице, на лице кожа другая, не такая, как на голове, и наверняка это и вполне имеет смысл иметь, если у вас борода, иметь определенные средства по уходу за бородой. У меня нет определенных специальных средств, я пользуюсь шампунем. В шампуне у меня есть кофеин для предотвращения залысения. Мне кажется, это тоже хорошо сказывается на бороде. А теперь перейдем к тому маленькому секрету, о котором я собирался вам рассказать. Как же все-таки можно включать гены кроме тесостерона или гормона в принципе. Есть такая наука эпигенетика, она сейчас все больше и больше развивается и узнает новые вещи о нас с вами. И одна из очень интересных, любопытных новостей из этой области это то, что мы сами имеем воздействие на наши собственные гены. то есть не только, не просто гены определяют нас и то, какими мы становимся, цвет глаз, предрасположенность роста, цвет волос, цвет кожи, но гены ответственны за болезни, за определенные болезни. Они изменяемы. Какие-то из них раскрываются, а какие-то нет. Почему так? Вот наука эпигенетика занимается как раз изучением этого вопроса. И вот выяснилось, что мы можем влиять на раскрытие тех или иных генов. Каким образом? Силой мысли мы думаем и направляем свое все внимание на определенные участки нашего организма. В частности, я очень много направлял своего внимания своей бороде. И точно так же, когда я был маленьким, я очень сильно направлял свое внимание на свой рост, потому что я маленький, у меня предрасположенность быть низкого роста. Мой дедушка был 145, по-моему, мой папа 165, и я в итоге получился 160. Я думаю, что если бы я не направлял так много усилий и внимания моему росту, то в конце концов я бы не такой высокий в моем понимании вырос. Я обогнал свою сестру, старшую, маму. То есть, в принципе, вот сказалось мое внимание этому вопросу. Я думаю, что точно так же направление внимания, направление мыслей и желания, сильного желания, стремления к тому, чтобы в данном случае росла борода, воздействовала таким образом, позитивно воздействовала на рост бороды. Есть множество экспериментов, собственных экспериментов, еще пока нет достаточных исследований на эту тему, но есть эксперименты подтверждающие то, что я сейчас сказал. Есть люди, трансгендерные мужчины, например, у которых растет борода до начала ЗГТ, то есть, они так сильно хотят, чтобы росла борода, что она делает это, опускается голос уже до того, чтобы влиял тестостерон. То есть, определенные вещи на определенном уровне мы можем менять и воздействовать на наши гены в нашем организме. Может быть, вы знаете фильм «Секрет» и книгу «Секрет». Посмотрите, пересмотрите, там как раз об этом. То есть, мы привлекаем к себе на то, что хотим. И если вам интересно послушать об этом больше, то пишите в комментариях. У меня есть определенная техника гипнотерапии, которой я владею, которую я могу вам предложить, которой мы командуем нашим клеткам, нашего организма делать определенные вещи. Например, выздоравливать. То есть, мы воздействуем на собственный организм с помощью мыслей и с помощью приказов нашему бессознательному. Спасибо за просмотр и до следующего видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!